Субтитры делал DimaTorzok Это оружие атаки Это оружие вторжения Это оружие прорыва Вторжение на свою территорию? Конечно, да Если бы тебя, если бы всех пугала Перспектива эскалации ядерной То, конечно, люди бы подумали Тысячу раз, прежде чем это делать И повышать эскалацию Мы же с тобой понимаем, что невозможно до бесконечности Повышать, повышать, повышать Но есть точка, и мы знаем, как называется эта точка Мы сейчас в 90 секундах Символических от нее Поэтому, конечно же, это эскалация Конечно же, это движение строго туда К полуночи ядерной Пожалуйста, Френ Саддамович, как вы это рекомментируете? 58 стран в Афганистане воевали против нас 58 стран Нефть тогда была опущена до 9 долларов за баррель Олимпиада была блокирована Они осуществили колоссальную впервые за всю историю Информационно-психологическую операцию против Советского Союза Они деструктивно создали условия И потом за счет предательства Развалили Советский Союз Сегодня, начиная в 2014 году Подготовка была до этого Операцию на Украине Они пытаются эту ситуацию повторить Очень четко Рассчитывая на то, что и Россию они развалят Не применив ядерное оружие Хочу сказать Господа немножко недопонимают Мы войну начали Маленькой, компактной Несколько такой Декоративной армии Специальную военную операцию Да, я все понимаю Сегодня формируется другая армия И ее переформатирование уже заканчивается Опыт уже год идет Значит, тут из американцев чиновников говорит Шольцу Что, мол, послушай, старик Значит, сломать хребет Значит, российской армии У вас не было такого возможности С 40-х годов прошлого века Ну ты чего? И когда в следующий раз появится такой шанс Это, конечно, звучит фантастически Но вроде это правда Представляешь, как, а? Со времен, говорит, второй мировой войны Не было такой возможности Сломать хребет русским А тут опять появилось И вообще не стесняясь, да, Майкл? А как тебе эти аналогии? И кто дал Америке такую золотую возможность? Не было бы спецаппаратов Не возникла бы эта возможность Конечно Россия сама себе враг Я согласен с Францем Адамовичем Я считаю, как и он Может быть, я немножко произволно Трактую его слова Не было бы Колумба Не было бы Америки Я считаю, что Не было бы Америки Не было бы этого Понимаете? Когда Россия вела войска На территории соседнего государства Россия повторяет ту же самую ошибку Не было бы Испании Не было бы Колумба Как и Советский Союз Когда Советский Союз Вел свои войска На территории соседнего государства Это наша территория Это наша территория, мой друг Я хочу, чтобы вы понимали Наша территория И мы ее не отдадим Вы часы как хотите переводите. Но вы должны понимать, что Россия еще не начинала. Не начинала, поверь мне. И если нужно, мы начнем. Даже исходя хотя бы из юридического статуса мероприятия, пока это специальная военная операция. Это не война. Когда Франц Адамович сказал, или это Никита, прошу прощения, сказал, что это же наша земля. Майкл так иронически, сардонически посмотрел и ухмыльнулся, какая же она ваша. Есть же, так сказать, международно признанные границы. Есть кое-что поважнее, есть история, есть свидетельства исторические и литературные в том числе.